О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайший час. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Доброе утро. 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 самую максимальную, минимальную цену по стране? У нас планируется деятельность 236 загородных лагерей. Из них 143 – это государственные лагеря. 93 – лагеря частных будут работать в этом году. Стоимость определяется организаторами. Это зависит от качества, от сервиса, от питания. Это питание. В зависимости, в каждом регионе разные цены. Как уже было в этой передаче сказано, средняя цена лагеря. Есть цены в сутки 1000 тенге, до 1000 тенге проводился мониторинг. Это в сутки до 10 тысяч. Есть 2500, 3000, 4000 в сутки. Это 35-40, 45 тысяч тенге в сутки обходится родителям лагеря. Гуляша Хамитовна, а вот кем регламентируется и как надзор за качеством детских лагерей? В частности, к качеству деятельности, в первую очередь безопасности детей, уделяется приоритетное внимание. Создаются межведомственные комиссии в акиматах городов, областей, районов, которые осуществляют еще до начала работы лагерей выезд и приемку этих лагерей. В составе этих комиссий работают органы санитарно-эпидемиологических служб, пожаропротивопожарной безопасности, органов образования, которые и определяют, насколько этот лагерь подготовлен и будет ли он работать. Заключения этих органов играют решающую роль. С государственными лагерями понятно, а вот насчет частных лагерей все-таки там нельзя? Это также распространяется и на частные лагеря. Частные лагеря также должны получить разрешение на работу только после заключения ответственных государственных органов. Ну, какие-то проверки вы все равно не можете сделать? Да, однозначно. Я имею в виду все равно. В частности, министерством осуществляется постоянный, практически ежедневный мониторинг с органами санитарно-эпидемиологических служб, пожарных служб, в которых ежедневно осуществляется санитарно-эпидемиологический надзор, заключены меморандумы с акиматами. И вот эта работа определяет, насколько лагерь готов принять детей. Ну и, как правило, за счет каких средств осуществляется отдых? Отдых. Отдых, как мы уже сказали, выделяются и деньги с акиматов, также за счет родителей. Вот в этом году, как было уже сказано, практически около миллиона детей на сегодняшний день отдыхают. Из них половина отдыхают за счет средств государства. Это дети из малообеспеченных семей, дети отдельных категорий, социально уязвимых. Они все отдыхают за счет средств государства. В заключении все-таки хотелось бы узнать, вы как контролирующий орган наблюдаете, наверное, вот цена зависит на качество того или иного лагеря. То есть родителям совет, гоняться ли за дешевизной, или все-таки есть ли дорогой лагерь? В первую очередь родителям хотелось бы посоветовать, чтобы не только цена определяла их выбор, но для того, чтобы прежде чем ребенка отправить в лагерь, на сайте Комитета по охране права детей размещены сведения о всех действующих лагерях Казахстана. Эта информация продублирована в социальных сетях и на сайтах других государственных органов. Можно выйти на прямую связь с руководителем лагеря, выехать в лагерь, посмотреть заключение ответственных служб, это вот санитарно-эпидемиологических служб, сведения о деятельности лагерей. Можно выйти на телефоны доверия и узнать, насколько лагерь подготовлен согласно этим документам. А ваши телефоны доверия постоянно работают? Телефоны доверия Комитета по охране? Все отвечают? Они везде освещены. В частности, активно работает телеграм-чат Бала Кургау. Все, кто зарегистрирован в сети телеграм, мессенджере телеграм, вы можете подключиться к Бала Кургау и задавать вопросы круглосуточно. Они отрабатываются, мы помогаем ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Это важная информация. На самом деле, спасибо за беседу. С нами на прямой связи была руководитель управления Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Казахстана Гульнаш Кушкарова. Как организовать летний отдых детей, да еще и с пользой? Этим вопросом обеспокоены азербайджанские специалисты в сфере образования. В последние годы родители все больше отдают предпочтение специализированным лагерям, а с техническим или гуманитарным уклоном. Как занять ребенка, чтобы он мог и отдохнуть, и получить в то же время полезные навыки, знает наш собственный корреспондент в Азербайджане Шафа Калиева. Сейчас в организации летних лагерей участвуют как госучреждения, так и частные компании. И называются они по-разному. Летняя школа, детско-оздоровительные центры, кампинг школьника и другие. Организуются же многие из них со специализированным уклоном. Тематические лагеря – новый тренд в организации детского летнего отдыха. Кроме оздоровления, воспитания, социализации ребенка, они нацелены на выявление и развитие их способностей. Как и наша организация, так и, может быть, другие внешкольные организации проводят в течение лета где-то две или три смены каждый год. Эти лагеря бесплатные, эти лагеря предусмотрены для детей, которые отличились какими-то способностями, участвовали в олимпиадах, заняли какие-то места. Например, у нас есть экологические лагеря, тематические спортивные лагеря, креативные лагеря, художественные лагеря. Только в этом году специализированные лагеря министерства посетят почти тысячи детей. Этого недостаточно, поэтому наряду с государственными в Азербайджане работают коммерческие лагеря. Стоимость путевки на одного ребенка варьируется от 90 до 500 долларов. У меня две девочки, сейчас они готовятся к лагерю. Раньше, честно говоря, боялась отпускать их, но сейчас поменяла свое мнение. Ведь они должны учиться самостоятельности и расти без комплексов. Отдых в лагере полезен с точки зрения социализации. Изменения заметны сразу. Дети становятся самостоятельными и уже не ждут, когда родители, бабушки или дедушки помогут им в личных делах. Все-таки режимность лагерей учит дисциплине. Специалисты отмечают, что родители заинтересованы в массовом восстановлении летних лагерей. Дети в таких местах чувствуют себя более свободными. Могут легко социализироваться и раскрыть свой талант. Шафа Галеева, Айгюн Гасан, Хабар, 24, Азербайджан, Баку. Бишкеки и столичные власти стараются разнообразить досуг детей, чтобы мальчишки и девчонки смогли насладиться летними каникулами в полной мере. Плавание, игры, театр. Причем свободное время четко распланировано, чтобы дети могли не только отдохнуть, но и получить новые дополнительные знания. Летний купальный сезон в Бишкеке открыт. Для детей это, пожалуй, самая радостная новость. Бассейны, развлекательные центры на воде, аквапарки. Все они готовы встретить мальчишек и девчонок, еще вчера сидевших за школьными партами. В целях организации летнего доступа детей, Управление физической культуры и спорта запланировано ряд мероприятий спортивных, развлекательных. Это детские, летняя спартакеада по месту жительства. Также совместно с райадминистрацией Управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек запланировано льготное посещение бассейна «Дельфин», бассейна «Юг-2» с 50-60% скидкой. В общем, будем стараться охватить всех детей. В группы для посещения бассейнов и развлекательных центров набирает прежде всего детей из малоимущих и многодетных семей. К примеру, сегодня один из столичных аквапарков смогли посетить 150 ребят. И так в каждом из четырех районов Бишкека. Солнце, воздух и вода сейчас для этих детишек самые лучшие друзья. Сегодня у них день физической активности. Все остальное время детишки проводят в пришкольных лагерях, где для них организован совсем другой досуг – образовательный. Пришкольный лагерь в первый месяц лета для Бишкека – это уже традиция. Столичные власти организуют их уже больше десятка лет. И многие родители знают, что в июне их дети будут под присмотром. Подростки проводят первый месяц лета не только интересно, но и с пользой. С 8 утра до 8.15 дети делают зарядку. После этого еще 15 минут они заняты трудовым десантом. С 9 часов утра до 11 занимаются в кружках. Каждый день педагоги вместе с детьми проводят игровые занятия по специально разработанной методике. В некоторые дни к нам приезжает театр. Пришкольные лагеря Бишкека ежегодно посещают почти 4 тысячи детей. В эту программу вовлечены 47 столичных школ. При этом лагеря практически бесплатные. Основные средства на их содержание выделяются из городского бюджета. До конца года реальный рост ВВП в Казахстане может достигнуть почти 4%. Такой прогноз дают отечественные эксперты. Подробнее об экономическом климате республики расскажет наш возреватель Ирина Панфилова. Ирина, доброе утро. Мы тебя внимательно слушаем. Спасибо, Вера. Всем доброе утро. Доминирующим сектором в Казахстане остается нефтегазовая промышленность. На сегодняшний день ВВП страны доля участия компаний, связанных с этой сферой, превысила 20%. Согласно анализу экспертов, по итогам прошлого года воловой внутренний продукт в Казахстане превысил 59 миллиардов тенге. Инфляция составила больше 5%. Если говорить о деятельности ключевых сфер, активнее всего в стране развивается торговля. Она занимает 17% в экономической структуре республики. На втором месте находятся предприятия по добыче и переработке нефти. И замыкают тройку лидеров, обрабатывающие производство. 15 и 11% соответственно. К другим темам. Экспорт товаров в Казахстане почти в два раза превышает импорт. Анализ проводили представители отечественной аналитической компании. По мнению экспертов, основными партнерами нашей страны является Россия. Туда мы экспортируем 19% товаров. На втором месте по закупу казахстанской продукции находится Италия. Объемы отправленных товаров составляют 14%. В основном за рубеж мы продаем нефть и нефтепродукты, металлы, изделия из них и продовольствие. Что касается импорта, чаще всего из-за границы в Казахстан завозят машины и оборудование, а также химическую продукцию. Цезарь Энтертеймент продадут почти за 9 миллиардов долларов. Купить корпорацию согласилась компания Эльдорадо Ресорт. Рассчитаться планируют наличными и акциями. При этом есть сведения, что одна акция стоит порядка 13 долларов. С учетом предполагаемого долга Цезаря стоимость сделки оценивается примерно в 18 миллиардов долларов. Напомню, Цезарь это крупный оператор казино США. Он занимает третье место в рейтинге гемблинговых компаний Америки. И в завершении выпуска информация с казахстанской фондовой биржи. Курс доллара составил 377 тенге 18 тенов. На сегодня у меня все. Вера, слово вам. Спасибо большое. Это была Ирина Панфилова с экономическим обзором. Ну а мы продолжаем. В этом году страны Евразийской пятерки отмечают 25-летие идеи о Евразийском союзе и пятилетие договора о ЕАЭС. О пути, которые за четверть века пришлось преодолеть от идеи о новом экономическом объединении до момента, когда организация стала реальным игроком мировой экономической системы, расскажет Дана Нурша. Именно в стенах МГУ в далеком 1994 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые предложил проект о формировании Евразийского союза государств. Те, кто был на этой встрече, говорят, тогда мало кто воспринял это всерьез. Многие не оценили потенциал. Но это не помешало казахстанскому лидеру планомерно продвигать проект. Спустя 20 лет, в 2014-м, результатом этой деятельности стало подписание главами Казахстана, России и Беларуси договора о ЕАЭС. Представляете опыт Назарбаева? Представляете, что он видит, что он слышит, как он информирован? А вот эта идея Евразийский союз, кто подал? Он подал. Почему сегодня все схватились за него, когда первый произнес, что он все тоже думает, а что это он придумал, кому это нужно? А вот потом оказалось, что это стратегическое мышление по этому. Эффективность принципиально нового объединения проявилась уже в первые пять лет. Евразийский экономический союз из визионерской идеи превратился в общий рынок товаров, капиталов и услуг 180 миллионов потребителей. А локомотивом экономического союза стали Казахстан и Россия. В Казахстане за 30 лет руководствуясь этим государством первым президентом сложилась определенная элита политическая. Сложились определенные группы людей, которые являлись сторонниками, подвижниками президента, разделяли его политику. Успех Казахстана за предыдущие несколько десятилетий, можно сказать, что Казахстан одна из самых успешных экономик на постсоветском пространстве, во многом связан именно с таким вектором развития, который мы видели от Казахстана. И который, конечно, рынки будут ожидать, что будет продолжаться, будет вот эта преемственность в течение следующих лет. В мае 2019 года главы государств ЕАЭС избрали Нурсултана Назарбаева почетным председателем Высшего Евразийского совета. Эксперты надеются, что на этом посту первый президент Казахстана продолжит быть камертоном евразийской интеграции. Нужен какой-то ориентир, четкий, авторитетный ориентир, вокруг которого будут строиться все эти дискуссии о развитии Евразийского экономического союза. И Назарбаев на эту роль, как никто другой, подходит. Напомню, он отметил, что союз не должен отгораживаться от других блоков, от экономических объединений, а быть скорее пазлом мировой экономической системы. Я думаю, что в этом ключе и будет дальше развиваться деятельность Нурсултана Бишевича на этом посту. Определить стратегию ЕАЭС в условиях протекционистских войн, дальнейшее направление развития на внешнеэкономической арене. Задач много, говорят эксперты, и возлагают большие надежды на евразийскую миссию Нурсултана Назарбаева. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар-24. Субтитры создавал DimaTorzok Кандидат от правящей партии справедливости и развития Бенали Елдерем поздравился его соперника от оппозиционной народно-республиканской партии Крема Имамаглу с победой на выборах мэра Стамбула. Имамаглу получил 53,6% голосов, опередив политическую партию справедливости и развития Турции почти на 8,5%. Его победа за 16 лет стала самым крупным поражением для партии президента Турции Раджепа Эрдогана. Отмечу, эти выборы повторные. На первых, которые прошли 31 марта, Имамаглу также одержал победу. Однако партия Эрдогана подала апелляцию из-за нарушений, допущенных во время голоса. 11 человек погибли в результате авиакатастрофы на Гавайях. Самолет «Бичкрафт Кинг-Эр», на котором находились пассажиры и сотрудники компании, использовался для специальных прыжков с парашютом. По словам очевидцев, двухмоторный самолет поднялся на 30 метров, после чего резко сорвался и упал на землю. Причины инцидента выясняют сотрудники полиции. Жители индийского города Чинаи и Мадурай несколько недель страдают от нехватки воды. Чинаи – шестой по величине город в Индии с населением более 9 миллионов человек. Из-за сложившейся ситуации местные власти были вынуждены сократить водоснабжение на 40%. Бюджетные учреждения, а также кафе, рестораны и школы закрыты. За порции воды на улице города выстраиваются в длинные очереди. Ее жителям выдают по талонам. Бюджетные учреждения, а также кафе, рестораны и кафе. Бюджетные учреждения, а также кафе. Бюджета – шестой по величинеitä. Бюджета – шестой по величине отвертой потребности – agedotherapты. У rotating Казахстана и рюкзелен заметно. Казахстана написано, одна из них, который курс облакаврации и сопротивления завтали кафе железной форме. Бюджета – жителей « состав என и распрощаемous questions». Бюджета – dishwasher в acheiи проlassой . Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Шемкенте. Акмолинские полицейские в ходе однодневного рейда задержали 19 водителей в нетрезвом состоянии. Подробнее об этом и не только в рубрике «Обзор происшествия». В результате падения с окна восьмого этажа погиб ребенок. Малышу было всего три года. По словам врачей, смерть наступила мгновенно. Как утверждают соседи, в момент трагедии родителей дома не было. Огонь полностью уничтожил цветочный магазин в центре Атырау. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются специалистами. Пожар произошел и в многоэтажном доме в Петропавловске. Огнем была охвачена квартира на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 16 жильцов, среди которых пятеро детей. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. В Павлодаре полицейскими задержан водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия. ДТП произошло ночью. Пострадавший 32-летний мужчина с многочисленными травмами доставлен в больницу. В ходе оперативных мероприятий установлен и задержан 38-летний житель города. Свой побег он объяснил испугом. Ведется досудебное расследование. Только за один день свыше 400 нарушений правил дорожного движения выявили окмолинские полицейские. В ходе рейда «Безопасная дорога» 133 автолюбителя оштрафованы за разговоры по телефону. 63 – за езду с неспристегнутым ремнем безопасности. Также задержано 19 водителей в нетрезвом состоянии. Теперь их ожидает суд и решение права управления автомобилем. К административной ответственности привлечены и недобросовестные пешеходы. Самое важное событие для молодежи мира за последние 20 лет состоялось в Лиссабоне. Под эгидой ООН и в присутствии ее генерального секретаря решалось, как государства могут поддержать молодых. Антонио Гутерреш признался, что политики его поколения не смогли справиться с рядом серьезных задач, в числе которых изменение климата. И нынешней молодежи предстоит с этим разобраться. О чем еще говорили политики в репортаже нашего корреспондента? 100 министров мира в Лиссабонской Альтис-Арена. Все они курируют вопросы молодежной политики в своих странах. Несмотря на кажущуюся разность, у молодого поколения из процветающей Скандинавии и развивающейся Африки одни и те же проблемы. Доступ к качественному образованию, здравоохранению, трудоустройство. Я думаю, любое трудоустройство становится серьезной проблемой для молодежи. Квалификационные требования на некоторых рынках повышаются. И молодым людям очень сложно преуспеть, сталкиваясь с такими трудностями, получить доступ к тому, чтобы реализоваться. По данным ООН, треть молодежи во всем мире не имеет работы. На этом фоне ситуация в Казахстане одна из самых благополучных. Молодые казахстанцы получают бесплатное среднее образование. Доступны десятки тысяч грантов в университетах. Есть льготы на жилье и открытие собственного отдела. Государство финансирует обучение талантливой молодежи за рубежом. Более 13 тысяч студентов уже окончили лучшие университеты мира. В то же время мы прекрасно осознаем, что на текущем этапе нам важно изменить молодежную политику с учетом глубокой трансформации мировой экономики, развития цифровых технологий. С этой целью первый президент нашей страны Нурсултан Назарбаев объявил этот год годом молодежи в Казахстане. В последний раз глобальная декларация по вопросам молодежи принималась в 98-м. С тех пор мир изменился. Потребовались обновления и для молодежной среды. Глобальное потепление, цифровая революция. Молодежь в авангарде здесь, но не в реальной политике. И это нужно исправить, считают участники конференции. Если кто-нибудь из вас примет участие в этой конференции в 2040 году, если я буду жив, я буду там, просто чтобы увидеть лица молодых и успешных людей. Решение проблем молодежи сейчас – это будущее всего человечества. Итогом встречи стала декларация «Лиссабон-21». В ней министры и другие мировые лидеры взяли на себя обязательства по интеграции молодежи в решении глобальных и локальных проблем. И это, считают участники конференции, не просто поддержит новое поколение, а оно даст будущее всем остальным. Альяса Сдыкова, Бекхан Типсаев, Хабар-24, Лиссабон, Португалия. Историю тюркской цивилизации сквозь призму времени сегодня разберут ученые из двух десятков стран. В столице стартовал четвертый форум гуманитарных наук «Великая степь». Он проходит под эгидой Международной тюркской академии. Мой коллега Марк Брюшко работает на месте события. Доброе утро, Марк. Форум, я знаю, только начал свою работу. Расскажи, что конкретно собираются обсудить светило науки. Доброе утро. Ученых интересует в равной степени, конечно, все. Начиная от становления и развития тюркской государственности, от евразийской интеграции, от интеграции различных народов, как они развивались в том пространстве, где они сейчас находятся. И, конечно, заканчивая современной тюркологией, это очень, так сказать, богатая наука, которая развивается семимильными шагами. На этом форуме, в этом форуме, точнее говоря, участие принимает свыше 250 ученых из разных стран мира, из Азии, Европы, Америки. Если не ошибаюсь, больше 20 стран здесь представлено. И, конечно, все они хотят поделиться опытом, рассказать о каких-то своих открытиях, которые они совершили с момента проведения предыдущего третьего форума. Вот о таких открытиях мы сейчас, конечно, хотим поговорить. С нашим гостем, профессор Кадрали Кункобаев, с нами сейчас. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, нам о том, какие вообще, возможно, открытия удалось сделать за последний год и чем вы хотите поделиться? Знаете, это очень интересный вопрос, потому что сейчас идет переосмысление очень многих данных тюркологической науки, потому что происходит очень много изменений в мире, и такие же изменения происходят в тюркологической науке. Сейчас очень многие вещи мы должны переосмыслить, переоценить. Те традиционные взгляды ученых, которые, можно сказать, сделали в свое время что-то новое, но сейчас появилось очень много новых данных, поэтому идет переосмысление исторических данных в области культуры, этногенеза тюркских народов, и в лингвистике, в языках тюркских народов. Таких явлений очень много. Например, в рамках настоящего форума приехали ученые, которые нашли новые деревни тюркские письменные памятники на западе Тувинской республики. И такие же новые открытые сделаны по деревни письменным памятникам на территории Алтая. Вот так происходит, потому что тюркология – это такая большая наука, как вы отметили. Объят не все эти материалы – это очень трудно. Поэтому перевод, то, что происходит на настоящем форуме, который начался сейчас, рассматривает очень много проблем тюркской литературы, фольклористики, этногенеза тюркских народов, культуру тюркских народов, и, естественно, современные интеграционные процессы между тюркскими государствами. И, кроме этого, сейчас идет очень много проблем по тюркологию. Например, сейчас все взгляды, которые были сделаны 50-100 лет назад разными тюркологами, особенно российскими тюркологами, сейчас предстоят какие-то дополнения произвести, потому что те данные, которые сделаны раньше, сейчас они дополняются новыми данными, они переосмысливаются, и, наверное, настало время к проблемам тюркологической науки искать новые подходы. Вот, например, в «Семь грани великой степи» статьи лидера казахской нации Нурсултана Назарбаева рассматривается очень много новых подходов, новых проблем в этой статье, и мы, тюркологи, должны сейчас рассматривать, например, данные по теории евросинтеризма, рассматривать, дополнять, развивать теорию Ул-Удала. Вот сейчас многие оспаривают теорию Ул-Удала. Ул-Удала является дополняющей теорией евросинтеризма, проблем алтайских языков и тюркских языков, народов. Очень много проблем, которые происходят. Международная Тюркская Академия традиционно проводит вот этот форум Ул-Удала гуманитарных наук, это четвертый, где рассматриваются разные проблемы тюркологии. И в будущем тюркологические исследования должны стать основой государственной политики тюркских народов, чтобы тюркские народы тоже интегрировались более сильно и тесны с тем, что происходит во всем мире. Большое спасибо, это было очень интересно. Напомню, с нами на первой связи был профессор Кадрали Кункабаев. А я от себя еще добавлю также, что сейчас обсуждение на форуме основное уже началось. И в самом начале, на церемонии открытия, тоже это стоит отметить, конечно же, для всех присутствующих было зачитано поздравительное письмо главы государства Касым Жумарта Токаева. Ну, более подробно о том, как проходит форум и о том, что здесь, какие вопросы здесь рассматриваются, я, конечно же, расскажу в следующих выпусках новостей. Обязательно не переключайтесь, обязательно дождитесь. Увидимся в следующем информационном часе. На этом у меня все. Спасибо, Марк, большое. Марк Брюшко работает на площадке форума гуманитарных наук Улудала, который сегодня стартовал в столице. Ну, а сейчас все самое интересное из мира культуры и искусства в программе «Культ ВАЭШ». В столице открылась совместная выставка известных художников Вагифа Рахманова и его дочери Наргиз Дресслер. Экспозиция объединила разные направления современного искусства. В ней заключен смысл единства и борьбы противоположностей. Если в основе работ Наргиз Дресслер все подчинено симметрии и рисунку, то скульптуры Вагифа Рахманова своими природными и фантазийными формами отражают собственный язык мастера. Я каждый год обновляю свои выставки. Выставки ежегодно. Я делаю персональную выставку разных галереев. Обновляется 33%. Новые скульптуры. Это такой ход, который заставляет меня работать. И через два года, как по элементарной математике, появляется новая выставка. Из-за того, что 33% два года добавляется. Естественно, она посвящается чему? Развитию. Вагиф Рахманов родился в Баку, учился в Азербайджане и России, затем переехал в Казахстан. Сейчас мастер живет и работает в двух городах – в Алматы и Торонто. Основные материалы в его скульптурах – бронза, стекло и камень – будто перетекают друг в друга и создают ощущение целостности композиции. Творчество его дочери Энергис напоминает зрителю об исторических ценностях. Художнице интересно строение восточного орнамента и особенности его возникновения. Замысел каждой работы Вагифа Рахманова неповторим. Скульптуры становятся будто живыми и одушевленными. Это у всех творческих работников так начинается. Если вдохновляет его, то он может проснуться среди ночи и поиграть на пианино. Соседи будут жаловаться, но его это не волнует. Важно то, что он нашел. Это вот приходит. Когда приходит, я не знаю. Но утром, конечно, я не работаю. Ни утренний. Скорее всего, вечерний, ночной. Вот когда весь город засыпает, я как бы просыпаюсь. Идеи, какие-то мысли. Поэтому я люблю смотреть на звезды. Вот в прошлом году выставляли здесь еще. Я выставил две работы, смотрящие на звезды. Красота в деталях. Так считает художник Канат Нуртазин. В столичном фотобаре прошла творческая встреча с автором известных столичным жителям рисунков на листьях. Популярность Каната Нуртазина давно вышла за пределы страны. В прошлом году американский детский телеканал предложил Канату Нуртазину сотрудничество. По окончании университета вернулся в Казахстан. Прежде чем нашел работу, было очень много свободного времени. И решил найти какое-то хобби для себя. Начал сначала вырезать на листочках, на картоне. А потом люди мне начали отправлять в Инстаграме новые методы рисования. И в этом плане я решил открыть свой, не открыть, а начать свой проект, называть 100 методов рисования. На данный момент художник собрал 68 методов рисования. Вдохновляют Каната Нуртазина работы британского уличного художника Бэнкси, который затрагивает социальные проблемы. В ходе творческой встречи у гостей была возможность пообщаться с художником, а также увидеть несколько выставочных работ. Вдохновение Вдохновение – так назвала свою первую выставку молодая художница Дана Жусупова. Свои работы автор представила в Центральном выставочном зале Государственного музея имени Костеева. В первую очередь я очень люблю ходить в походы. И некоторые вещи пишу с натурой. Это вдохновение горами нашими. А также вдохновляют и рисы. Здесь представлены несколько моих работ. И какие-то романтичные картины. Небесные просторы, горы и вода. Жизнерадостная цветовая палитра – все это отражает внутренний мир художницы. Картины, написанные маслом и акварелью, будут доступны зрителям еще месяц. Выставка продлится до середины июля. В завершении выпуска афиши ближайших событий. 27 июня в Театре имени Лермонтова можно будет увидеть музыкальный спектакль «Зовите меня Джордж». 26 и 27 июня в Театре оперы и балета в Шимкенте пройдет постановка «Кармен». 28 и 29 июня труппа драматического театра в Кокшитау да спектакль «Бей Баррес». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы смотрите новости. Мы продолжаем. У нас сейчас срочная новость. В городе Арысе, Туркестанской области, около часа назад прогремел мощный взрыв. По информации департамента по чрезвычайным ситуациям города Шимкенте, ЧП произошло на территории ТО «Казарсенал». Сейчас там эвакуируют людей. На место взрыва выехал спасательный отряд и специалисты Центра медицины «Катастроф». О пострадавших пока ничего не сообщается. На прямой связи со студией сейчас находится официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Нурсултан Нур-Ахметов. Нурсултан, здравствуйте. Здравствуйте. Какой информацией располагаете на данную минуту? Ну, значит, сегодня в 9 часов 20 минут на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысе Туркестанской области. Также на место происшествия были привлечены 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники, службы пожаротушения и аварийной спасательной работы ДЧС Туркестанской области. А вот, Нурсултан, что известно об организации самой Казарсенал? Ну, сейчас я не могу давать, так как не владею полной информацией. Как будет полная информация, мы вам обязательно дадим информацию, сообщим. Ну, что ж, это пока все, да, что можете рассказать? Да, да, да. Это на данный момент. Хорошо, спасибо большое. Держите нас в курсе. Я напомню, в городе Арысе Туркестанской области прогремел взрыв на территории ТО «Казарсенал». Мы будем следить за развитием событий. О том, как будут развиваться события этого дня, покажет Хабар-24. Оставайтесь на нашем канале. Я желаю вам легкого понедельника. Удачи в делах, до встречи. Продолжение следует...